Добрый день, уважаемые френды! Нажимаешь? Готово нажимать? Готово! Ты нажала в эфире, я сейчас? Да! Я сейчас прямо в эфире? Хорошо, вот Далина Кулеш мне помогает, она... Впервые я ей дала айфон, поэтому... Sorry! Мы не знали, что мы в прямом эфире. Итак, я хочу вам рассказать о проекте нашего коммуникативного клуба «Дочитаем книги в соцсетях». И, как вы знаете, жизнь полна синхронизмов. Что-то происходит одновременно, и как только ты о чем-то начинаешь думать, то тут же тебе все и является. Галь, покажи, пожалуйста, вот такая библиотека у нас здесь прекрасная. Да. Да. Вот смотрите, сколько книг. Это библиотека под открытым небом в морском саду, в барне. Здесь можно взять книгу и оставить книгу за книгу. Ну вот книга, которая мне попалась, это «Воскресенье Толстого». Идея, которую мы хотим осуществить в нашей группе «Дочитаем книги в соцсетях». Следующая. Мы просто читаем друг другу вслух книги, которые мы не смогли дочитать сами. И так помогаем их друг другу дочитать. Я, конечно, помню содержание «Воскресенье», но и, конечно, я не буду читать вам такую толстую книгу, и другим не советую. Но я просто начну немножко читать. А может быть, кто-то продолжит. Как не старались люди, собравшись в одно небольшое место, нескольких сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались. Как не забивали камнями землю, чтобы ничего на ней не росло. Как не счищали всякую пробивающуюся травку. Как не дымили каменным углем и нефтью. Как не обрезали деревья и не выгоняли всех животных и птиц. Весна была весной, даже в городе. Но люди, большие, взрослые люди, не переставали обманывать и мучить себя и друг друга. Люди считали, что священно и важно не это весеннее утро, не эта красота мира Божия, данная для блага всех существ. Красота, располагающая к миру, согласию и любви. И священно, и важно то, что они сами выдумали, чтобы властвовать друг над другом. Ну вот такая цитата Толстого. Книги здесь на болгарском языке. Я вам по-болгарски могу почитать, но совсем немножко, малки. И я вас приглашаю в Варну, потому что здесь тепло. И я вас приглашаю в группу коммуникативной клуба Аллы Кичиджана. Она так и называется. И в частности, в небольшую пока группу, начитаем книги в соцсетях. Пишите и говорите о том, какие книги вам хотелось бы еще прочитать и обсудить. Рассказывайте нам о новинках, публикуйте отрывки из своих собственных произведений, стихов и прозы. С вами была Алла Кичиджан, руководитель коммуникативного клуба. Всего хорошего!